Как я победил вторую гайку, что мне пришлось сделать? Ножовкой пропилил палец, не доходя до кулака. Получается, что вместе с пальцем пропилилась и гайка. Затем зубил на одной из граней, вот так вот подбил и таким образом снялась гайка. Для чего это все делалось? Делалось это все только из-за того, что при откручивании гайки вместе с гайкой проворачивался и сам палец. Посоветовали мне в клубе Мира Матизов, который вконтакте, воспользоваться ножовкой и зубилом. Ну, собственно, я и воспользовался. Сейчас будем дальше вынимать. Так как у нас нет выпрессовывателя, который имеется у Мира Матизов, мы опять же воспользуемся нашим ломиком. Подведем его под стойку. Пробуем сначала так, если ничего не выходит. Опять же, нажимая на ломик, мы по кулаку наносим пару ударов. Вот видим, что у нас уже, собственно, палец сам и выходит. Вот наш наконечник. Состояние у него не шло под замену. Но так как я поменял один, по пару меняю второй. Аналогично его выкручиваем. Здесь гайкой законтролил я положение. Докуда нужно будет закручивать нам замену. Накручиваем его до конца. Отчего у нас там пинтовая резьба. Вся белая. Воспользуемся графитной смазкой. Для того, чтобы у нас ничего потом. Закручиваем наш наконечник. Это, кстати, у нас не General Motors. У меня там из обзора двух наконечников. Указано, что это у нас как раз DLS. То есть у нас под местом водителя стоит General родной. И сюда мы купили DLS. Ну, как видим, резьбовая часть у нас совпадает. Так что закручиваем без проблем. Видим, что у нас лишний ход есть. Поэтому гайку подкрутили до нужного оборота. И при обращении видим, что у нас уже все упирается. Здесь аналогично обрабатываем графитной смазкой. Опять же, по совету группы ВКонтакте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!